Вечер добрый всем, кто смотрит телеканал РГВК Дагестан. В эфире авторская программа «Точка зрения» и с вами я, Улыбий Эрбалатов. И сегодня у меня коронавирусная точка зрения. Да, уже все устали от разговоров про коронавирус. И кажется, даже из утюгов говорят об этом. Но то, что ситуация в последнее время в республике ухудшается, остается фактом. Мы и сами воочию наблюдаем, как по улицам Махачкалы с воем проносятся кареты скорой помощи, которые доставляют очередного больного в переполненные больницы. Вот и вице-премьер правительства России Голикова выразила озабоченность ситуацией в Дагестане. Да, человек ко всему привыкает со временем. Однако создается впечатление, что народ черствеет душой, воспринимая умерших от коронавируса как неизбежные потери. Но ведь это наши родные, коллеги, соседи, просто земляки. Во время Великой Отечественной войны смерть коснулась практически каждой семьи. Но ведь сегодня не война. Почему должны уходить вполне здоровые люди, которым, казалось бы, жить да жить? Вот так ушла из жизни моя двоюродная сестра, учительница, в самом расцвете сил. Поступила в больницу с 20% поражений легких и через неделю ее не стало. Как эта зараза проникает в организм человека, даже соблюдающего санитарно-профилактические меры, до сих пор не вполне понятно. Вот многие не доверяют вакцинам. Понятно, что насильно мил не будешь. Да и люди у нас разные. Иногда, чем сильнее их принуждаешь, тем больше они сопротивляются. Здесь нужна разъяснительная работа на реальных примерах. Эксперты ранее заявляли, что для выработки коллективного иммунитета достаточно 60% вакцинированных. По некоторым данным, половина населения уже готова вакцинироваться. Так что этой цифры можно достигнуть без драконовских мер принуждения. Но это моя личная точка зрения. Я хочу поговорить о другом, а именно об участии наших земляков в массовых мероприятиях. В Дагестане это в первую очередь свадьбы, тазияты, пятничные молитвы. Если вы же не доверяете вакцинам, тогда находитесь на самоизоляции. Прекратите общение, особенно с малознакомыми людьми. Полностью соблюдайте санитарно-эпидемиологические нормы. Это как минимум, пока ситуация не улучшится. Что касается свадеб, удивительно, но приглашения все идут и идут. Если не пойдешь, хозяева обижаются. Но не должно быть такого. Даже если они к вам на свадьбу приходили, тогда ведь ситуация была другой. В конце концов, сегодня у всех есть смартфоны. Можно поздравить онлайн. Можно даже перечислить деньги на поддержку молодоженов. Есть у нас такая традиция. Даже в отдельных высокогорных селах есть интернет. Так что все можно делать дистанционно. А за одним большим столом мы еще посидим, когда справимся с этой бедой. Так уж случилось, что некоторые наши хорошие, по сути, обычаи и традиции способствуют распространению коронавирусной инфекции. Например, на Тазиате каждый вновь прибывший обходит десятки, если не сотни людей, и пожимает им руку. То же самое происходит на кладбище. В этом уже есть опасность. Хорошо, хоть мужчины на соболезновании находятся во дворе, на воздухе. А вот женщины сидят в одной большой комнате, где причитают и в то же время тесно общаются. Совсем недавно столкнулся с таким случаем, который произошел на соболезновании дальнего родственника в Махачкале. Куда, кстати, я не пошел по известным причинам. Женщины, которые были в общей комнате, через некоторое время почувствовали недомогание. А пожилые и вовсе попали в больницу с различной степенью поражения легких. Кроме того, затем уже заболели хоть и в легкой форме их мужья и дети. Стоила ли игра свеч? Убежден, что нет. Умершего ведь не вернешь, а новые смерти ни к чему. Хочу отметить, что духовное управление мусульман Дагестана также обратилось к верующим с просьбой совершать все коллективные намазы дома, избегать большого количества людей, соблюдать все санитарно-гигиенические нормы. И это правильно. Так что, уважаемые земляки, берегите себя, ограничьте контакты без крайней необходимости, тем более с малознакомыми людьми. Ну а вакцинироваться или нет, каждый должен решить сам с учетом мнения специалистов. Только совместными усилиями мы сможем победить эту напасть. Всем нам нужно понять, что жизнь и здоровье окружающих важнее любых обычаев, традиций, религиозных обрядов. Если вы уж махнули рукой на себя, подумайте о своих родных и близких. А у меня на сегодня все. Всего вам доброго. Будьте здоровы.